Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области смотрите в информационном выпуске. Приступили к уборке премьерной полосы. Это проходит в рамках мероприятий подготовки по конкуренту. Еженедельное совещание в администрации Десногорска. У солнышка сбываются мечты. Замечательно, что этот ежегодный фестиваль дает возможность собираться творческим коллективам на единое сцение. Творческий конкурс среди осужденных «Калина Красная». Я не понимаю, ну вообще кто? Я поздравляю женщин с праздником. Праздничный концерт в городском центре «Досуга». А теперь об этих и других событиях подробнее. В Главном управлении МЧС России по Смоленской области для контроля над паводковой обстановкой начал свою работу специальный штаб. Мониторинг ситуации на территории области ведется круглосуточно. В регионе работают 10 гидрологических постов. Кроме этого, осуществляется и авиационное патрулирование. Политически грамотных студентов на Смоленщине станет больше. В регионе стартовал проект «Высшая студенческая школа парламентаризма». Участники проекта прослушают курс лекций от действующих депутатов и представителей исполнительной власти, а также закрепят навыки на практике. Лучшие из участников проекта получат возможность пройти стажировку в органах государственной власти. На плановом оперативном совещании, исполняющий обязанности главы Десногорска Сергей Тощев подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Подробности далее. Сергей Валентинович поздравил присутствующих на совещании женщин с праздником. 2 марта на базе третьей школы уже в четвертый раз состоялся муниципальный этап метапредметной олимпиады среди школьников. «Первое место было присуждено команде школы номер 2. Руководитель Леонова Юлия Сергеевна, учитель информатики. Команда, которая стала победительницей в составе Молдаванова Дарь, это пятый класс, Ковту Станиславов, шестой класс, Георгий Ленк Андрей, седьмой класс и Лавручин Владимир, восьмой класс». Аппарат Десногорского городского совета готов к приёму документов от конкурсантов на должность главы нашего муниципального образования, пока документы ещё никто не подал. Бесплатная приватизация жилых помещений для граждан теперь стала бессрочной. «22 февраля вышел подзиральный закон номер 14, теперь приватизация бессрочная, в принципе, документы принимают, как обычно, в любом случае. Специалисты Комитета по образованию уже принимают заявки от родителей на участие детей в оздоровительной кампании. В июне-июле планируется открыть семь площадок. 12 марта на ФОКе пройдут соревнования по бадминтону среди детей в двух возрастных категориях, начало в 17 часов». Повысить инвестиционную привлекательность Смоленской области поможет внедрение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований. Фактически, это базы данных, необходимые для ведения градостроительной, инвестиционной, другой хозяйственной деятельности и проведения землеустройства. Вопросы создания такого ресурса рассмотрели в администрации области. В селе Якимович и Рословского района планируют построить пожарное депо. Необходимость строительства вызвана в первую очередь тем, что в Якимовичах действует школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, новая пожарная часть позволит прикрыть Якимовичскую среднюю школу, а также около 45 населенных пунктов в радиусе 20 километров. Построить депо и ввести его в строй планируют в 2018 году. Много лет коллектив Атомтранса шефствует над реабилитационным центром «Солнышко». И вот накануне женского праздника шефы приехали поздравить женщин. А с каким подарком они пожаловали в этот раз, мы расскажем в нашем сюжете. Шефы всегда приходили на помощь, когда в очередной раз сломался микроавтобус реабилитационного центра. В этом году специалисты дали заключение, что «Газель» уже не подлежит восстановлению. Директор Атомтранса Михаил Лосенко принял решение и передал «Солнышку» автомобиль марки «Газель». 7 марта он лично пришел поздравить коллектив с международным женским праздником и в торжественной обстановке вручил документы и ключи на микроавтобус. Мы нашли возможность. Из бывшего употребления мы сделали нового автомобиля. И я хочу торжественно вручить вам дополнительный ключ. Спасибо, спасибо. Ура! Ура! Самый подарок, который мы дали долго. Не один год. И только благодаря Михаилу Васильевичу наша мечта нашего учреждения сбылась. И теперь у нас будет новая «Газель». Депутату областной думы вручили благодарственное письмо. Он заверил, что коллектив «Центра «Солнышка» всегда может рассчитывать на шефскую помощь. В этом году обязательно будет установлен новый забор. Надеюсь, что в этом году мы с вами вместе, вы будете руководить, установим. Поставим его на ноги. Забор поставим. А то он уже заряжался. Завершилось небольшое торжество концертом, который подготовили для почетных гостей воспитанники реабилитационного центра «Солнышка». В Смоленске состоялась областная конференция судей, где обсуждались вопросы деятельности судебных коллегий по гражданским, административным и уголовным делам. Суд готовится и к очередным реформам, которые коснутся в первую очередь присяжных заседателей. Кроме того, на конференции стало известно, что положительно решен вопрос о строительстве здания Тесногорского городского суда. Роспотребнадзор проверил в области 80 предприятий розничной торговли, реализующих алкогольную продукцию. Установлено, что в феврале один индивидуальный предприниматель реализовывал запрещенную продукцию, непищевой косметический лосьон с содержанием спирта не более 95%. Хозяин торговой точки привлечен к административной ответственности. В Смоленской области состоялся региональный этап 14-го Всероссийского конкурса песенного творчества среди осужденных «Калина Красная». В этом году площадкой для проведения фестиваля стала исправительная колония номер 6 Рославля. О том, сколько участников прибыло и кто стал победителем, вы узнаете в нашем следующем сюжете. На фестиваль в Рославскую колонию прибыли творческие музыкальные коллективы и исполнители песен из всех исправительных колоний и следственных изоляторов Смоленской области. Участвуют 8 подразделений области, все в которых содержатся осужденные к лишению свободы, в том числе и следственные изоляторы. Всего у нас 14 конкурсантов. Из них 2 ансамбля инструментально-вокальных, которые как полноценные остальные, у нас представляют учреждения как бы отдельные конкурсанты. Среди участников были те, кто уже не первый год участвует в этом конкурсе и те, для кого подобный опыт стал новым. И самое интересное, что раньше они никак не были связаны с музыкой. «Песня для меня – это те самые положительные эмоции, которые я могу получить, исполняя, слыша себя. Ну и я думаю, что заодно эти эмоции я несу в зал. Раньше занимались музыкой, увлекались вообще? Нет, я раньше ничем не занимался с подобным и талант этот открыл в себе здесь. Музыка мне помогает по-новому взглянуть на мир, потому что как бы музыка в 14 лет и музыка в 34 – это большая разница. По-другому смотришь просто на музыку, ну и на всю жизнь, конечно, с возрастом все меняется. Ну как-то мне проще с музыкой жить, легче. Исполняемые песни радовали глубиной и проникновенностью слова, а также высоким качеством звучания. Вопреки расхожему мнению о том, что песни, написанные в местах лишения свободы, рассказывают о тюремной романтике, репертуар исполнителей в этом году больше был направлен на любовь к родине, родному дому и, конечно же, матери. Коллектив «Хозяев шестерки» порадовал зрителей песнями в стиле рок и зажигательными частушками. Представители исправительной колонии номер один удивили игрой на гармонии, а Александр Ковальчук из Десногорской КП-5 не только блистательно провел мероприятие, но исполнил замечательные композиции, покорившие жюри разноплановостью и глубоким авторским текстом. В подобных конкурсах приоритет всегда отдается авторской песне, оценивало творчество участников жюри, в состав которого вошли представители культуры нашего региона, работники системы и члены Общественного совета УФСИН России по Смоленской области. Являюсь членом жюри уже третий год. Когда мне предложили поучаствовать в работе жюри, меня это очень заинтересовало. Конечно, никогда не была на таких конкурсах. Очень, если можно так сказать, нравится здесь находиться, потому что видишь, когда ребята проявляют чувство патриотизма, любви к родине, любви к матери, неошесточенные. И когда показывают в своих выступлениях, прослеживают, режиссерский какой-то есть ход. Это очень радует. В результате долгих споров и обсуждений абсолютным победителем был признан представитель Десногорской колонии-поселения номер 5 Александр Ковальчук. По правилам конкурса, одна из его песен теперь будет направлена на отборочный тур к финальному этапу, в котором примут участие лучшие творческие коллективы России. Коммунальные службы Десногорска, САЭС-сервис и служба благоустройства провели акцию «Чистый берег». Совместными усилиями они убирали набережную и берег водохранилища от городского пляжа до польского. Собранный мусор был вывезен на полигон бытовых отходов для утилизации. Данная акция проходит в рамках подготовки к паводкому периоду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Накануне Международного женского дня автолюбительницам-смолянкам сотрудники полиции вручали цветы и желали хорошего пути. Помимо РОС, участницы дорожного движения получали от инспектора краткий предпраздничный инструктаж о правилах поведения на дороге. Подобная акция прошла во всех городах Смоленщины. А в Десногорске большой праздничный концерт для женщин подготовили коллективы городского центра «Досуга» и «Дома детского творчества». Подробности в нашем сюжете. Международный женский день традиционно отмечается с особой теплотой, ведь он олицетворяет собой огромную любовь и уважение к прекрасной половине человечества. Всех женщин Десногорска поздравил исполняющий обязанности главы города Сергей Тощев. Мужчины должны любить и ценить тех спутниц, которые с ними рядом. Благодарить их за то, что они делают. И дай вам Бог всем счастья, семейного счастья. В зале царила атмосфера тепла, любви, доброты и праздника. Яркие зажигательные номера, среди которых было много новых, оставили неизгладимые впечатления в душах не только присутствующих женщин, но и всех остальных гостей. И в заключении наша афиша. 13 марта в Нейтрино состоится выступление прославленного коллектива мужского хора Валаамского монастыря. В составе хора заслуженный артист Республики Карелия, заслуженные артисты России, солисты Мариинского театра и Большого академического, лауреаты международных конкурсов. Начало концерта в 18 часов 30 минут. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова